Значит, что-то мы рассказываем, что-то мы не рассказываем. Ну дай расскажу. Нет, ну всё-таки, мы можем много о чём поговорить, но что-то всё-таки давай оставим. Ну, рассказывай всё. В загадках, в загадках, в загадках. Ну, четыре года было Феде, и здесь, значит, он нам показывал представление. Он главным образом обращался к собачьей теме. Я не всё буду рассказывать. Да что ж, что ж? Собачья. Он в четыре года изображал смерть собаки Гитлера. Гитлера была собака? Откуда он фамилию-то знает, и всё? Нет, у него были этюды срисованы. Мам, я вижу уже заголовки. Ты уже всё видишь вперёд. Я, когда готовился к этой беседе, посчитал, что вы снялись в ста фильмах. Сотый фильм был недавно. За прошлым годом. Такой фантастический полудетский фильм в Крыму. Я думаю, надо же, вот отсюда я начинала свою кинематографическую деятельность, с Гурзуфа. И вроде как, подойдя к рубежу Сотого, опять в этом месте. Справедливость существует. И когда утром я проснулась и постучала в дверь, маленький герой сказал, Ирина Константиновна, мы ждём вас на завтрак. И открыл мне окно. Я увидела кадр из отела. Тут у меня сердце, знаешь, как ухнуло. Думаю, вот это да. Как же я здесь проплывала с роскошными золотыми волосами, в гондоле пела вокалист Хачатуряна. А вы же вместе снимались, кстати. Да, вот в этом сотом фильме. Да, да. Это был второй раз, когда мы снимались вместе. Ребята, мы едем. Куда мы едем? Куда? В Крым. В командировку. Строить новый гидроузел. А что мы будем делать с нашим оттраком? Мы его берём с собой. Он уже далеко не отрак. Это взрослый мужчина. Дайте ему глотнуть вольного воздуха. Я помню, когда мы в первый раз снимались, и у нас была такая очень серьёзная драматическая сцена, и мы жутко нервничали, потом присели вместе на скамейку. И я понимаю, что для меня это далеко не сотый фильм, но Ириша нервничает примерно так же, как и я. А удивительно, кстати, что вы называете Иришей. Я не называю. Нет, все остальные называют Иришей. С некоторых пор мы перешли Рубикон, мама, сын на какое-то очень весёлое хулиганское партнёрство. Уже как бы, я не знаю, я, наверное, не старая мама для Федички, а... Смотрите, какой вы выглядите. У вас же глаз горит. Нет, это же мы всё время по этому поводу переживаем. По поводу горящего глаза? Вы переживаете? Да. Что это ты ко мне как официально? У нас есть фотография из Демона, с газетой. Скопцева была с очень большим образованием. Газет? Нет, вообще. Университет, потом школа-студия, и вообще до сегодняшнего дня газеты читаются, хотя можно было бы уже не читать их. Да я знаю, что вы интернет освоили. Нет, всякие технические вещи нет. Я, знаешь что, я вот точно могу про себя сказать. Я как бы кусок или огрызок прошедшего века. Кусочек. Абсолютно не согласен. Кусочек. По моему ощущению жизни, по отношению к товарищам, по отношению к семье, по отношению между людьми, по этикету. Я же 20 лет преподавала во ВГИКе, и я начинала с того, что я своих детишек учила, как есть, пить, как ходить, как садиться самым простым и очень нужным вещам. Просто из последних историй, мы иногда собираемся здесь вечером после рабочего дня, и я Косте вот так вот близко говорю. Я говорю, слушай, ты видел мужика, который без парашюта прыгнул? Я в Ютьюбе видел, а мама говорит, ну да, на сетку приземлился. Постоянно радио, постоянно газеты, постоянно телевизор, разные каналы. Она, мама, знает все. И переживает. Нет, самое главное, книжки. И комментирует. Книжки, безусловно. Ну, вот это вот, так сказать, информационное пространство, все здесь. И юмор. Юмор? Я знаю, вы ее хулиганкой называете. Да, она хулиганка. Ну, юмор такой. Ну, в чем это проявляется? Да, правда, я месяц тому назад руганулась матом. В этом, нет, вот там, в дверях иду и говорю, я прикушу тебе язык, если ты еще раз в этом доме так себя поведешь. Все. Успехи.